Ника Глая побрили на лысо. После его вчерашнего или позавчерашнего задержания, перед депортацией его отвезли в центр содержания мигрантов. И когда я узнала эту новость, я думала, что его там поддержат какое-то время, несколько часов, и депортируют в Молдову. Но он находится там до сих пор и сегодня, всплыли кадры из того, в каком состоянии он там. Выглядит он вот так вот, его обрили на лысо, избрили ему брови и волосы на голове. И также в сеть всплыло видео того, как он кается о Содеянном. Под словом Содеянном я имею ввиду его снятый тикток-пародию на русского солдата. Конечно же он это сделал искренне, понятное дело, и его никто не заставлял это делать. Его абсолютно искренние извинения вы можете посмотреть в моем телеграм-канале, ссылка в описании шапки профиля. Наверняка у вас возникнет вопрос, а как же его адвокат? Почему его права никто не отстаивает? У него был адвокат, которого сегодня засняли журналисты, как он выходит из административного здания, очень злой. А все дело в том, что Ника Глай отказался от адвоката. По словам его менеджера Катаны, который рассказал и пожаловался на ситуацию, его кружочек вы также можете найти у меня в телеграм-канале, ссылка в описании шапки профиля. Катана намекнула, точнее я сказала просто прямым текстом, что Ника Глай заставили отказаться от адвоката. И что он находится там не в самых лучших условиях. Также исходя из общей информации в интернете, Ника Глай скорее всего подвергается какому-либо насилию. На эту ситуацию также откликнулся Дани Милохин, нихуя себе, его друг, который написал вот такие посты в телеграме, в которых сказал, что если он узнает, что Ника Глай бьют, то об этом узнают все. Пока что больше никаких новостей про Колю неизвестно, к сожалению. И видите мой телеграм-канал, смотрите видео и думайте сами вообще, что происходит. This trash guilty, ухожу в сиську.